Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. У нас сегодня такая вот поляна. Я приготовила пасту карбонару, но без, к сожалению, бекона. Но я купила очень крутую колбасу копченую. Она мне обошлась просто за баснословные деньги. Я была в шоке. Я в магазине посмотрела, вроде как цена была указана. Я взяла, пошла на кассу. На кассе оказалось, что она в два раза дороже. Прикиньте. Порезала эту колбаску. Обалденно вкусно. Конечно, многовато получилось. Я хотя половину еще маме отсыпала. Но все равно много, гляньте, как аппетитно. Обожаю общее сочетание сливок, каких-то макаронных изделий. Это прям нечто. Почитала комментарии только сейчас. Под влогом с пляжа некоторые пишут, что вот ты там с Жоли общаешься, а Шелли там одна, как некрасивая и так далее. Ребят, мои хорошие, вы не находитесь вместе с нами на этом мероприятии, например. Я снимаю не все. То есть я снимаю какие-то отдельные моменты. Когда я снимаю, там участвует Жоли. Но Шелли она более стеснительный человек. И вашим обвинениям они неуместные. Я старалась как можно больше времени уделить Шелле. Как могла, пыталась сделать так, чтобы ей было интересно. У меня был день рождения года три назад. Я помню, я отмечала в Голливуде. Я еще тогда училась в универе. Не помню, последний курс был или предпоследний. Ну, в общем, я позвала туда свою подругу детства, позвала туда жену двоюродного брата, Шелля, своих одногруппниц несколько. И, в общем, сделала такое мероприятие, так скажем. И, вы знаете, как бы скучно получилось. Я не могу сказать, что всем прям так понравилось. Хотя все говорили, да, очень понравилось, туда-сюда. Просто люди друг друга видят в первый раз. У всех разные взгляды на жизнь, разные там, не знаю, стереотипы и так далее. Как бы все они вместе не нашли общий язык. Мне так показалось, по крайней мере. Но я старалась, я вовсю старалась, чтобы всем, гостям моего дня рождения, было действительно интересно на этом мероприятии. Я, например, замечала, что мои две одногруппницы, они как-то отстранились и как бы не общались со всеми остальными. Вроде бы я постаралась сделать какое-то интересное мероприятие, но по факту нет. И после этого я как бы поняла, что собирать большие компании людей, которые мало знакомы и которым с большой вероятностью, наверное, будет скучно вместе, не нужно. И после этого я как-то так пышно день рождения уже не отмечаю. Да и Голливуд мне вообще не понравился. Прикиньте, мы сидим-сидим. Я закрыла счет, получается, где-то. Ну, короче, сумма была очень-очень приличная. Представьте, там 8 человек. И официант такой заходит в кабинет и говорит, вы скоро уходите. Я говорю, а что? Этот кабинет зарезервировали другие люди. У нас компания девочек, приходит официант и такой говорит, а это сет с фруктами в подарок от нашего заведения. Но суть была в том, что я заказывала это, и мы изначально договаривались про этот сет с фруктами. Мне сказали окончательную сумму уже с этим сетом с фруктами. В общем, день рождения мне мой не понравился, если честно. Не могу сказать, что прям все так супер прошло. Именно из-за заведения. Больше туда я не ногой. Как вкусно. Вообще, я думаю, лучше всего снять квартиру какую-то офигенную, с панорамными стеклами, с офигенным видом на один день. Пусть даже это будет однушка. Позвать всех своих гостей заказать суши, роллы, пиццы. Все, что ты любишь из любимых доставок. И сидеть там хоть до утра. Это было бы идеально. Вкусно-то как? Просто нечто. Я бы хотела попросить вас поставить на это видео либо лайк, либо дизлайк. Неважно. Просто, вы знаете, я однажды поставила такой эксперимент. Попросила вас, моих любимых, написать как можно больше комментариев под одним видео. Я просто слышала миф о том, что типа комментарии поднимают рейтинг видео. Если много комментариев, видео набирает больше просмотров и чаще выходит в рекомендации. Я попросила свою аудиторию написать как можно больше комментариев. И что вы думаете? Результаты я выложила за скринь в свой инстаграм. Видео набрало среднее количество просмотров и особо такого, знаете, эффекта от комментариев не было. И вот я не понимаю, почему такой вот миф гуляет в интернете, что комментарии типа так сильно влияют на продвижение видео, если на самом деле мы поставили такой эксперимент и оказалось, что это не так. То же самое. Лайки, дизлайки. Вот мне интересно. Влияет ли это или это тоже миф? Потому что комментарии конкретный миф. Кому не сложно, поставьте либо лайк, либо дизлайк. Я не говорю обязательно лайк. Ну, любую кнопочку. Я вам потом результаты выложу в историю. Посмотрим, что там будет. Будет ли это как-то влиять или нет. Но комментария оказалось, что совершенно нет. Буду безумно рада, если вы это сделаете для меня. Многовато получилось. Ну, вкусно. Прямо обалдеть, как вкусно. Раньше так не любила. Кстати, совсем забыла сказать, надо было сказать в начале видео, вот такой вот десерт будет в ближайшее время на мамином кулинарном канале. Очень вкусная штука. Здесь внутри фрукты. Бананы, клубника, черешня. Гляньте. Хм. 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 Вот здесь Божаю брокколи Суп мама готовила из брокколи Тоже было очень вкусное Поотвечаю немного на вопросы Мадина Исаева задает вопрос Как твои близкие и молодой человек Относятся к тому, что ты делала губы Да и вообще к твоим внешним изменениям Против ли они всего этого И родители Папа, как относятся ко всему этому Мне, например, не разрешают делать губы Хотя я очень давно это хочу Мне кажется, эта процедура просто ерунда Но все равно все родные против Мне 26 лет Я считаю, что это совершенно неправильно Человеку 26 лет Человек сам решает Какую процедуру делать, а какую нет Я не знаю, возможно, я как-то воспитана по-другому Но мне кажется Если вам уже стукнуло 18 Ладно, 20 Вы уже имеете полное право Сами решать в своей жизни Что вам делать, а что нет Иногда, когда пишут плохие комментарии Насчет типа носа Что у тебя какой-то большой нос На самом деле я не согласна Возможно, если сравнивать со славянскими девушками У меня действительно нос большеват Соглашусь Но сейчас, смотрите, я без фильтров То есть в ютубе невозможно Ложить эти фильтры, как в инстаграме Правильно? Вот вы видите мой нос Абсолютно обычный Без контуринга Я это делать абсолютно не умею Просто немного тон И все На носу у меня, так скажем И у меня иногда бывают там комментарии Что ой, какой у тебя нос ужасный И так далее Но редко, конечно, бывает Когда я читаю такие комментарии Я сразу думаю Блин А что если они правы? Ну опять же Мама, например, против Она считает, что у тебя идеальный нос У меня Парень тоже Ну вот суть в чем заключается Я сама решаю Буду я делать или не буду То есть в случае чего Ну да, если вдруг Да, когда-нибудь я решу Опять же Финансировать это все Буду я сама Поэтому решаю я Что значит мне, не знаю Там 20 лет 26 лет И кто-то будет решать за меня Мне кажется, Модиночка Возможно, вы живете Где-то в таком месте Где такие традиции Но по сути Я считаю, что это неправильно 25 лет Это осознанный Возраст Когда человек сам Может решить за себя Что ему надо делать А что нет То есть возможно я просто очень свободолюбивая иногда например я говорю что например болтаем с парнем я говорю я что-то хочу с собой сделать он мне всегда говорит ты просто красотка тебе ничего не надо с собой делать но это знаете как как совет но приказывать почему не должен кто-то приказывать никто не имеет права ничего приказывать все вокруг могут посоветовать есть у вас есть такие комплексы есть возможность исправить этот комплекс не стоит ничего делать очень несу не стоит никого слушать живем один раз как сказала ольга бузова жизнь одна кайфуйте сделаю это прям превратился в какой-то мем обожаю черешня это просто моя любовь что кубничка как-то надоело я наелась на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца всех люблю целую пока пока и